В прошлом видео мы подробно разобрали главные проблемы, связанные с колонизацией человека других планет. Поэтому если ты не смотрел этот ролик, то я советую тебе вначале его посмотреть, прежде чем переходить к этому выпуску. Ну а сегодня давай разберем самую громкую идею 21 века, которая связана с полетом человека на Марс. Я думаю стоит начать с того, что Марс пожалуй единственная планета в Солнечной системе, куда может отправиться человек. Если конечно отталкиваться от технических возможностей. Более того, именно Марс то самое место в Солнечной системе, где вероятность выжить человеку самая высокая. Колонизация Марса это отличная идея, не только в плане огромного потенциала научных исследований, но и просто для выживания человечества на случай какой-либо глобальной катастрофы. Но на самом деле все очень печально и очень-очень сложно. Начнем с того, что марсианский корабль должен быть очень большим и тяжелым. Потому что нужно привезти не только космонавтов, но и большое количество пищи, воды, топлива и воздуха, а также научных инструментов. Например, первый советский проект отправки человека на Марс предполагал, что марсианский пилотируемый комплекс стартует с земной орбиты с массой более полутора тысяч тонн и вернется на Землю с массой примерно в 15 тонн. Потому что большая часть массы это как раз топливо, запас воздуха, еда и приборы, которые могут оставить на Марсе. Так что обратно, по идее, космонавты возвращаются налегке. Но технологии не стоят на месте. Компьютерная техника стала совсем миниатюрной, соответственно уменьшилась стартовая масса корабля. Кроме того, улучшились возможности по регенерации воздуха и воды, но все равно марсианский корабль нужно будет собирать на орбите Земли, причем в несколько этапов. И только после сборки готовый корабль отправится к Марсу. Это обстоятельство намного усложняет и удорожает проект и увеличивает вероятность фатальной ошибки во время полета. А вот что касается самого полета, то здесь все не так просто. Полет к Марсу длится в среднем 6-9 месяцев. Вроде бы ничего сверхъестественного, потому что рекорд по пребыванию на орбите Земли куда больше. Однако между околоземной орбитой и трассой Земля-Марс есть огромная принципиальная разница. Людей на Земле и на орбите одинаково защищает магнитное поле Земли. Но во время полета к Марсу космонавты лишатся купола, который закрывает их от солнечной и галактической радиации. Если коснуться самой дозы облучения, исключительно взяв в расчет только полет туда и обратно, то космонавт получит уровень облучения примерно равный одному зиверту. Это вредно, но не смертельно. Точно такую же дозу получает астронавт НАСА или космонавт Роскосмоса за всю карьеру космонавта, то есть за 2-4 фактических полета на МКС. Однако если посчитать время полета к Марсу и обратно, закрыв глаза на время провождения человека на самой планете, то можно прийти к выводу, что этот срок составляет примерно 15 месяцев, а это долго. За это время на Солнце может, например, произойти достаточно мощная вспышка, и это не редкость. В этом случае доза вырастет на порядок выше и легко может убить экипаж. 3-5 зивертов хватит для того, чтобы человек умер от лучевой болезни примерно за 3-9 недель, причем с вероятностью в 50%. Поэтому многие эксперты считают, что полет на Марс – это недопустимый риск. Более того, абсолютно не важно, в каком состоянии здоровья человек окажется на Марсе, потому что там ждут другие трудности. Отдельную опасность представляет канцерогенная пыль на Марсе. Красная планета буквально набита пылью, и пылевые бури на ней нормальная погода. Марсианская пыль может легко вызвать рак или онкологическое заболевание дыхательных путей, потому что содержит огромное количество соединений хрома. Более того, защититься от нее не так просто, потому что пыль настолько мелкая, что будет проникать на марсианскую станцию сквозь любые заслоны. Именно американские астронавты, побывавшие на Луне, очень много хлопот получили из-за лунной пыли, которая проникала внутрь лунного модуля. И давайте судить объективно, на Луне люди провели гораздо меньше времени, чем планируется провести на Марсе. Но самый прикол в том, что улететь с Марса легко не получится, потому что придется ждать около года. Орбитальную механику никто не отменял. Нужно ждать около года, чтобы Земля и Марс расположились особым образом. Старт только в этом окне обеспечит минимальное время, и что куда важнее, минимальный расход топлива на дорогу до Земли. Но давайте закроем глаза на радиацию и представим, что во время полета вспышек на Солнце не было. Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы провести с товарищами по экипажу более года. Примерно столько занимает полет на Марс и обратно. Мы же все знаем, что на МКС люди живут вместе по 400 дней. Однако, как и в случае с радиацией, здесь все совсем иначе. На МКС всегда есть возможность сесть в спасательный корабль «Союз» и смотать свои удочки на Землю, которые находятся всего лишь в каких-то 400 километрах. А расстояние от Земли до Марса – это более 50 миллионов километров. Из-за такого расстояния даже радиосигнал будет идти с задержкой приблизительно в 10 минут. Поэтому, если что-то случится, то вряд ли кто-то сможет быстро помочь. Такие обстоятельства в разы будут усиливать уровень стресса у космонавтов, что порождает множество дополнительных психологических проблем. Люди, которые работают на МКС, регулярно занимаются спортом на орбите и проводят за тренажером не менее двух часов в сутки. Но по возвращению на Землю они все равно какое-то время не могут ходить. И на Марсе будет то же самое. Только плюс ко всему будет неправильное кровообращение и, скорее всего, временно атрофируются мышцы. Потому что у Марса другой уровень гравитации в отличие от Земли. Но самое печальное, что полностью реальную ситуацию полета на Марсе нельзя воспроизвести даже в самых добросовестных экспериментах на Земле. Никакой отбор на психологическую совместимость не может предусмотреть все стрессовые ситуации, которые могут случиться во время полета. А если кто-то будет тяжело болен или умрет, то внутренняя паника или конфликт, скорее всего, точно будет обеспечен. Еще две причины, по которым мы никогда не колонизируем Марс, это деньги и политика. Ни одна страна самостоятельно не сможет осилить такой проект. Еще в 1992 году американский президент Буш-старший поручил почитать стоимость полета на Марс. После всех подсчетов сумма составила 400 миллиардов долларов. Даже для США это много. А в текущем мире договориться о таком сотрудничестве у ведущих стран точно не получится. Потому что все страны хотят иметь собственный приоритет. Единственная цель, которая может оправдать полет на Марс, это общая идеология. Объединиться всем человечеством ради общей благородной цели, забыв войны и разногласия. Только при таком раскладе полет на Марс скорее всего состоится. Поэтому я думаю этого достаточно для того, чтобы все поняли объективную оценку сложности любого марсианского проекта. Я уже закрыл глаза на то, что на Марсе вода кипит при температуре 1 градус, сильный перепад давления, а верхний слой планеты содержит очень много оксида железа. Вы меня конечно извините, но на Марсе будет проблематично даже сходить в туалет. Но как бы ни складывались обстоятельства, я в любом случае желаю удачи Илону Маску. Да и вообще буду рад, если в течение моей жизни я увижу события, связанные с покорением Марса. Если хочешь третью часть этого видео, то обязательно напиши в комментариях. Ну и если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.